Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня урок из Иерусалима. Есть два вечных вопроса. Если Бог знает, как мы поступим, какая же здесь свобода? И второй, почему время бежит все быстрее и быстрее? Дело в том, что время это творение Бога. Оно только создано было на четвертый день. Кто помнит четвертый день? Бог создал звезды, небесные тела, их движение помогает человеку отслеживать время. Бог одновременно находится в прошлом, настоящем и будущем. И понять этого мы не в состоянии, поэтому все рассуждения на эту тему очень сложные. Все наши деяния для него как открытая книга. Что касается ускорения, многие ощущают его сейчас физически. Время это нереальность. Давно было сказано, что еще перед приходом Машеева время будет ускорять свой бег. Рахмаль пишет в книге «Даат-твунот», что первый человек мог исправить мир за одно мгновение. Без затрат времени, без испытаний мир должен был полностью исправлен. И тогда не нужна была история страданий, задержек. Но был грех. И реальность изменилась. 6 тысяч лет именно такое время отпущено нам на исправление. Значит, мир полный ожидания, мир полный, каким мы его знаем, это следствие человеческого поступка. Неудачная коррекция полученного человеку мира вначале. Робейн Рухам из мира объяснял, что нет никакой причины, чтобы семя, брошенное в землю, моментально не выросло. Оно ведь готово расти и земля готова выращиваться. В чем же дело? Люди поколения с дома сели один раз в 50 лет. У них было очень много свободного времени. Ну и результат мы знаем. Поэтому человеку нельзя давать свободное время, увидел Бог. Время вообще вот надо не только освободить, но и правильно наполнить. Сегодня вот многие знают, все, на что тратилась жизнь вдруг за секунду, стало не главным или во всяком, ну не самым главным. Исчезают целые там направления, бизнесы. Теоретически, если бы мы знали вчера многие люди, что так произойдет, он бы больше времени посвятил духовности, больше бы спасал свое время. Когда Бог открывает нам, насколько наивна наша вера в накопление материальных благ, мы начинаем понимать, что все богатства принадлежат Ему и даны нам только на время. Первые люди жили тысячу лет. И оказалось, что уймы времени они тратили неизвестно на что и в результате убили духовность. И Бог, написано что, понял, что рослилась земля и наполнилась злодеянием. Человек был проклят не столько тяжелым трудом, сколько великим замедлением. На все стало нужно тратить время. Мир стал непослушным. И это непослушание стало проявляться в тягучести, бесконечных препонах на осуществлении планов человека. Можно заметить интересную тенденцию. Прогресс человека направлен именно на исправление этого замедления. Быстрее и эффективнее, это девиз, вот Бека. Переход от голубиной почты к айпаду, это, конечно, впечатляет. Как будто человек чувствует, что время это его слабость. Транспорт, медицина, астрономия, агроном, связь, любой отрасли нужна скорость. Но добивается человек поставленной цели или нет? Вряд ли. Становится ли у нас больше времени? Достигли ли мы больше в своей жизни? Или в погоне за здесь и сейчас мы упускаем еще более важное? Расскажу короткую притчу. Жил-был маленький мальчик. Он бегал, прыгал, радовался жизни. И всегда ходил рядом с ним и радовалось его время. Было оно такое большое, толстое, румяное. Много его было. Хватало на все. И с футбол поиграть, и телевизор посмотреть. Не было у мальчика проблем со временем. А у времени не было проблем с мальчиком. Когда мальчик подрос, у него появились товарищи, коллеги, какие-то дела. Каждая требовала времени. Мальчик отрезал от времени понемногу. То одно, то другое. Время идет за мальчиком, улыбается. Есть же еще время. Друзья, знакомые приходили. Надо было там поболтать. Там Шурин просил съездить. Там еще что-то. И тут еще вот трехголовый монстр появился. Телевизор, телефон, компьютер. И каждый твою долю требует. Оглядывался иногда мальчик на время, которое сам кромсал и рвал. Или другие люди. Ну ничего, говорил. Стыдно, неудобно, но еще будет время. Но пришел какой-то момент, когда время его погибло. Не было больше времени у мальчика. Пришел к нему сын, говорит, папа, пойдем в зоопарк. Он ему говорит, извини, сынок, времени нет. Позвонили родители, говорит, почему ты не звонишь? Он говорит, извини, отец, времени нет. И так он погубил время и себя. Время это самый бесценный, самый незаметный наш ресурс. Научитесь им управлять. Каббала говорит, если вы научитесь ставить цели, планировать дела и жизнь, чтобы однажды, оглянувшись назад, увидеть не печаль, а радостное, улыбающееся время, которое вам всегда будет хватать. Каждая секунда нашей жизни на вес золота. Вчера это уже история, завтра вообще непонятно что. Сегодня это дар. Поэтому оно и зовется настоящим. Парахавая цлаха цените настоящее, а не то, что как-то придуманное.